Можно ли верующим встречаться? И где грань дозволенного? Опасные сигналы в общении парней и девушек? И на что следует обратить внимание? Добрачный секс – повод для гордости или всё-таки роковая ошибка? Как поддерживать семейные ценности в современном мире? Это большая перемена, и мы начинаем. Итак, друзья, хочу представить вас. С нами сегодня в студии замечательные люди. Я очень рад сегодня провести это время с вами. Ольга Махмудова – блогер, специалист по семейным отношениям. И Александр Болотников – библеист, теолог и специалист по библейским текстам. Нам всегда очень интересно общаться с вами, Александр. Также с Ольгой мы рады, что вы сегодня с нами. И для наших зрителей я хочу напомнить. Сегодня мы обсуждаем очень деликатную, очень важную тему, которая беспокоит очень многих молодых людей, подростков, но и также наших взрослых не менее. Это секс, как билет во взрослую жизнь. Друзья, тема актуальна на сегодняшний день. Я бы хотел, чтобы мы сегодня коснулись глубины этой проблемы, чтобы мы вскрыли всю подноготную, чтобы наши зрители смогли услышать, о чем действительно переживает наша молодежь, наши подростки. Поэтому, друзья, давайте будем максимально открытыми и откровенными. Значит, в чем заключается проблема? Сегодня существует такая мода среди молодежи, среди подростков, что интимная жизнь является каким-то поводом для гордости, что ли. Это то, что возвышает меня, делает меня взрослым. Но давайте мы попробуем это обсудить и узнать, так ли это на самом деле. И первый вопрос, который я хотел бы задать вам, Ольга. Встречание. Как это происходит и что это такое? Лично для меня момент встречания — это возможность узнать человека, узнать его сильные стороны, познакомиться с ним ближе. Но лично я такого мнения, что встречаться лучше в большой компании, в служении, в работе, в общем деле. Именно там ты можешь узнать человека лучше, ты можешь увидеть его в деле, ты можешь узнать его характер, его взаимоотношения, как он реагирует в кризисных ситуациях. Классно, если это какое-то дело или служение, и команда работает, где-то какие-то сроки поджимают, всегда будет случай, чтобы человек в кризисной ситуации проявил себя настоящим. Вот это лучшее свидание. То есть это лучшее время, такое свидание, можно сказать, не в прямом смысле, но когда ты узнаешь человека. Потому что когда мы сидим за столиком друг напротив друга, мы уже просто рассказываем и показываем то, что мы хотим показать, но не всегда то, какими мы являемся на самом деле. Поэтому я бы первый этап знакомства и узнавать человека поставила вот в общее, где-то, чтобы все вместе мы были, в компании большой, друзей, людей. А потом уже, когда появляется симпатия, когда парень, безусловно, есть этап свиданий, но это уже более серьезный, когда свидания, ну, прям ведут к свадьбе. Вот не знаю, таких я буду традиционных, очень старомодных взглядов. Спасибо. Александр, в вашем понимании встречания, что это? Если мы говорим не о моем понимании, а о традиции, да, возьмем, например, мне очень любопытно было смотреть всегда, как встречались хасидские парочки. То есть, ну, прежде всего, там есть такое понятие у иудеев ортодоксальных шедух. То есть, уже сделаны какие-то предварительные договоренности. То есть, там, значит, ну, вообще сам процесс создания семьи, он разделен на несколько этапов. И первый этап называется «Арусин», то есть, это когда идет освящение жены. То есть, когда, ну, вот такая традиция есть, молодой человек должен подойти с кусочком золота, ну, сейчас это в виде кольца, и говорит «Отныне ты свята для меня по закону Моисея и Израиля». Это иудейская традиция. И если она, это колечко или монета тогда, это было в древности, вот, золотая маленькая монетка, если она ее берет, все, она для него святая. То есть, она освящена. Святость, вот, она подразумевает то, что она запрещена для других мужчин, кроме вот того, у которого она взяла кусочек золота. Вот. И вот как это интерпретируется, вот это древнее уложение первого века из Мишны, оно интерпретируется в хасидском понимании так. То есть, им организовывают уже такие вот, как бы, встречи, но они уже официально помолвлены. Вот. Насколько осуществить? Я вот согласен с Ольгой о том, что, конечно, вот, когда работают, вот это очень мудрая мысль, я это полностью поддерживаю. Но для меня, как для пастора, вот, именно не в хасидском, как говорится, ключе, вот, для меня это немножко сложновато переварить, потому что, ну как, были-были общие компании, ну, давай заключим помолвку. То есть, здесь явно должен быть какой-то этап. Почему? Потому что, вот, в чем сложность современного мира, это то, что сегодня двое молодых людей приходят к родителям и говорят, мамочка, папочка, мы хотим пожениться. Ну, или первое, допустим, какой-то этап, она приводит его к своим родителям, он приводит ее к своим родителям. То есть, вот, этим коренная ситуация современная отличается от библейской, где, в принципе, родители эти вопросы решали. И, опять же, возвращаясь к традиции Мишны, здесь мы говорим, обязанность отца по отношению к сыну, типа, женить. То есть, это задача родителей, подобрать. И, опять же, как это решается в хасидских семьях, то, конечно, тут тоже, я говорю, это так, привожу такую традицию, да, там, Рэб Исаак и Рэб Яков, между собой друзья, у того родился сын, у того родилась дочь, они уже, когда детям два года от роду, уже договорились, и к 16 годам они уже идут к свадьбе, ну, и тогда они начинаются, типа, встречаться. Вот, ну, причем встречание, это еще, как говорится, то, что сегодня в Нью-Йорке можно наблюдать. А если мы смотрим литературу 19 века, даже, вот, например, нашего соотечественника Шола Малейхема, который описывает, как старый Теви со своей Голдой разговаривает о своих детях, она ему говорит, ну, как, ты же меня когда увидел? За три дня до свадьбы. То есть, вот такие вещи в иудаизме, они, как бы, очень хорошо проходят. Вот, а вот как реализовать, вот я хочу такой вопрос, мне интересно, как реализовать вот этот момент, что они захотят помолвлены быть, это же теперь уже решается, то есть, он же не может там в этой компании, в присутствии других людей, подойти и признаваться ей в любви. То есть, я здесь себе это, вот, мне интересно твое мнение, Ольга. Я думаю, что компания друзей служения, это прекрасное место, чтобы наблюдать друг за другом. А, безусловно, предложение руки и сердце, свидание, время, помолвка, ну, это то, что уже делается наедине, но я все-таки за то, чтобы это было при согласии пастыря, или лидера человека, или родителей. То есть, кто-то должен быть еще третий между этими людьми, пока Бог не станет третьим, как написано, что не скрученное втрое. Поэтому все-таки я за то, чтобы молодые люди были, ну, немножко в свет выносили эти отношения, чтобы свидания не были как тайным местом, где они вдвоем уединяются, а чтобы это было место, где будет еще кто-то третий, и тогда максимально это позволит им сохранить их отношения в чистоте и святости. Ольга, сразу хочу, давайте мы как-то обозначим уже более четко, можно ли верующим вообще встречаться тогда? Ну, вот тоже вопрос, ведь что такое встречание? Это процесс, когда люди узнают друг другу с определенной целью, то есть цель должна быть. Для меня возникает загадка, это когда люди встречаются по пять лет, по восемь лет, они просто встречаются, это как? Вот для меня это непонятный статус, и мне кажется, в Библии он не обозначен, вот статус встречания. То есть есть время как помолвки, но пускай оно длится год, классное время узнавать друг друга, разные сезоны, чтобы человек прошел, увидеть там с работой, без работы, всякое может случиться, да? И вот этот год, он проявляет человека, одного и второго, и парня, и девушку. Но вот когда это тянется пять лет, ну мне это непонятно. Поэтому для меня цель встречания, это все-таки оно должно прийти логично, к логическому развитию событий. Это не завершение еще, это наоборот начало супружеской жизни, это свадьба. Хорошо, происходит этот процесс. Опасные сигналы в общении парней и девушек. Как вы считаете? Первый опасный сигнал — это возраст. Я бы так сказала, что в 13 лет не может быть встречаний с целью супружества. И в 15 этого не может быть. И в 18 я бы тоже сильно подумала, потому что человек, если брать, что он триедин, дух, душа и тело, то я считаю, что он должен стать целостной личностью на всех трех своих этапах. То есть душевно, то есть первый — духовный его рост. Многие говорят, ну мы верующим, мы познакомились в церкви. Но это не всегда означает его духовный рост, его духовную зрелость, его личные отношения с Богом. На это нужно обращать внимание. Душевная его составляющая — насколько человек эмоционально, насколько он эмоционально стабилен, какой у него характер, какие у него взаимоотношения с родителями, с людьми, в команде. Если он грубит, хамит, это тоже опасный сигнал. Если он непунктуальный, безответственный, это опасный сигнал. Но ты этого не увидишь на свидании за столиком с цветами или в парке гуляет. Ты это увидишь только в личном таком общении. Ну, когда у тебя есть пастырь, наставник, он тебе может дать характеристику на этого человека. То есть нужно создавать простые бытовые ситуации. Абсолютно. Либо наблюдать. Потому что ситуации будут в любом случае просто быть такой замечательной и все замечать для себя. И пока что, и третья составляющая — это физическая сфера. То есть это не только внешность, не только наше тело, но это физическая среда, это его финансы, его способность зарабатывать, обеспечивать семью, принести кусочек золота, девушке заработать на этот кусочек золота, колечко, обеспечить жизнь, зарабатывать, иметь стабильный доход. То есть вот это все, если этого нет у парня, если нет работы, нет зарплаты, нет учебы, нет образования, ну это большой вопрос. Потому что сейчас-то мы любим друг друга, а завтра за счета нужно платить. И нужно понимать, что за прекрасным таким этапом встречания следует этап ответственности. И для девушки это все равносильно. Я бы сегодня не перекладывала всю эту ответственность. В 20 лет парень физически не может, возможно, взять всю эту ответственность на себя. Поэтому я думаю, что возраст — это один из главных критериев. Спасибо. Александр, я знаю, у вас есть сын. Чисто гипотетически, если представить, на что вы бы обращали внимание при выборе невесты для своего сына? Ну, как отец бы, я прежде всего обратил бы внимание на то, насколько будущая избранница все-таки посвящена Богу. Ну, и второе, я все-таки из той школы, я вижу этого основания Библии, что должно быть очень все-таки, вот, не было бы по расчету только. Вот. Любовь, она должна быть. Я всегда восхищаюсь теми парочками, которые ходят по парку, им по 80 лет, они с палочками, и вот они ходят за ручку. Вот. Это, я знаю такие пары, такие браки крепкие, то есть, и вот такая вот любовь, она должна быть. Библия об этом пишет. Как ни странно, в книге «Песни-песня» это очень полезная книга, она не символическая, как многие христианские и иудейские богословы так считают, а на самом деле про любовь. Только для бедняги Соломона вот эта ту, которую он так хорошо любит, скорее всего, как многие исследователи Библии полагают, это вымышленный образ. Но вот через этот вымышленный образ он показывает, то есть, это все-таки богодухновенная книга, и вот богодухновенность именно в том, что вот он переимел, извините, уже 60 жен написано у него, наложниц без числа, вот, а вот ему не хватает вот той, и вот дальше он описывает вот ту, ее нету, но вот она вот так выглядит. И там есть много элементов и физических, и душевных, там все есть. Вот это, вот поэтому «Песня-песня» это про любовь между мужчиной и женщиной, вот Соломон ее не имел, но надо такую иметь. Спасибо. Я бы еще добавила, что выбирать нужно головой и сердцем. Вот, если только сердцем, то это будет слепая влюбленность, люблю, не могу, ничего не вижу после свадьбы, сплошные сюрпризы. Если только головой, то это по расчету, однозначно, никогда этого не будет успеха. Но когда есть ценности, есть критерии, есть требования своего рода сначала к себе, а потом к своему избраннику, и потом и влюбленность, то есть ты можешь любить, влюбляться человека, но пока вы еще не сильно сблизились, нужно все-таки смотреть на него здраво, смотреть и оценивать вот эти вещи, потому что чем больше вы встречаетесь, чем больше вы проводите вместе время, тем более вы уже привязываетесь друг к другу, и потом труднее смотреть уже головой, думать. Поэтому голова и сердце все-таки это два важных органа в этом решении. Вот я уже скажу не как богослово, как пастор, по моей практике я разделяю добрачное консультирование и предбрачное консультирование. И здесь в том, что Ольга говорит, есть мудрость, что должен быть как-то в третий человек. То есть очень хорошо, если человек церковный, посвященный Богу, пойдет и начнет консультироваться до того, как примет решение сделать предложение. Это правильное добрачное консультирование. Когда уже ко мне как к пастору приходят двое молодых людей вместе и говорят, пастор, мы уже приняли решение жениться, то это уже предбрачное консультирование. А добрачное это хорошо. Он пришел к человеку, которому доверяет. Посмотри, мы подходим друг к другу или нет. Она пришла, то есть вот даже так по отдельности вот это добрачное консультирование. Ольга, как вести себя на свидании? Мы знаем, что есть культура мира, есть культура христианства. Что диктует та и другая позиция? Ну, к сожалению, они сейчас не отличаются. Мне кажется, особо христианская культура, она, к сожалению, не является светом в сфере отношений, в сфере добрачных отношений. Поэтому я бы, конечно, максимально границы содержала, максимально рекомендовала не оставаться вдвоем. Мы когда с мужем ходили на свидания, мы ходили на них, но мы ходили большой компанией, либо мы в кинотеатр ходили с друзьями, потом пили кофе, мы где-то общались, либо мы брали наших друзей. Он друга, я подружку, и мы общались вместе. Мы общались, мы говорили на интересующие темы, мы шутили, нам было весело, нам было хорошо, но мы не давали места в том, чтобы остаться наедине, взяться за руки, сблизиться друг с другом, сидеть вместе в машине. Мы даже, он не подвозил меня домой, хотя у меня не было тогда машины, он был на машине, либо он мог вызвать мне такси, либо кто-то с нами должен был обязательно, потому что машина это вообще удивительное место для того, чтобы все-таки слишком сблизиться, слишком наклониться, поцеловаться. Ну то есть это прям такая скользкая тропинка, я бы сказала. Это вообще не укладывается в современную тенденцию. Не укладывается, не укладывается, но не знаю, мне кажется, что вся жизнь-то впереди, вот если так посмотреть, что вот это твой муж, твоя жена, вы вместе будете еще добрых 50 лет, ну вот потерпите, вот это, когда человек строит отношения на духовном, на душевном, то физическое, это то, чем вы будете наслаждаться всю оставшуюся жизнь, но если вы проигнорируете первые два основания для отношений, для супружества, вот здесь будут проблемы, потому что физическое это всегда самое притягательное, какое там духовное, о чем там, каких откровениях говорите, о каком душевном, хочется сразу уже близости, но если дождаться, написано благословение, наследство поспешно захвачено и не благословиться впоследствии. То есть если мы его слишком рано возьмем, мы вроде как будет, кажется, получим сейчас удовольствие, но это не благословиться впоследствии, поэтому дух, душа, а потом уже всю супружескую жизнь наслаждайтесь уже. В своих эфирах вы говорили, что мы все братья и сестры, и в вопросах свидания и отношений тоже эта концепция применяется. Как это применяется, поясните? Если брать, что мы все действительно братья и сестры, так это и есть во Христе Иисусе, то мы должны относиться друг к другу, не позволять более отношений между парнем и девушкой, того, что я не позволю со своим братом. У меня есть родной брат, я с ним не держусь за руки, я с ним не сижу в обнимку, я не остаюсь с ним, ну, найди некого, у нас есть граница определенная, да, дистанция. Вот эти отношения, вот я бы рекомендовала все-таки смотреть на парня пока и на девушку, что это твоя сестра, это твой брат. Не слишком высокая планка. Слишком. А что поделать? Мы же хотим строить, ну, как на камне или на песке. Вот это наш выбор. Я думаю, что чем выше планку мы себе зададим до свадьбы, чем более мы себя будем держать. Апостол Павел говорит Тимофею, убегай, вот юношеских похотей. Вообще убегать, говорит, не то, что там на единении оставаться, потому что это, ну, опасная сфера. Мы к этому еще вернемся. Александр, что Библия говорит о свиданиях и как себя вести? Библия интересные вещи говорит о свиданиях. Ну, с одной стороны, у нас описан Яков, который в порыве каком-то чувств даже поцеловал Рахиль при самой первой встрече. Правда, потом он на нее работал в семь лет. И у меня остаются вопросы. Четырнадцать. Семь он ждал, да, правда, попалась ему Лия, вот. Но потом, через неделю, ему же отдали и Рахиль. Как говорится, снежный ком проблем сразу же начался. Но поэтому вот тут-то и возникает вопрос. Вот действительно ли Яков так любил Рахиль, да, что, или может быть, просто вот в той обстановочке, когда вот не было совместных поездок в машинах, не было совместных сидений рядом в кинотеатрах, да, то есть такой культуры не общалось, да, вот не было вот этих вот поцелуях на эскалаторах метро, да, вот этой обстановки иж тогда не существовало. Ну, спрятаться некуда было. Уйдешь в поле, и как бы вся деревня видит. Вот. И он ее поцеловал, да. Но есть и другая очень интересная ситуация, да. Здесь второе свидание. Это свидание Сихема и Ли, дочери Якова. Они пошли на свидание. Дины. Да, правильно. Дина, дочь Ли. Все правильно. То есть они пошли на свидание там. Вот. Это свидание закончилось интимом. Вот. Хотя там написано, что интересно, язык этого. Вот. Он написано, сделал ей насилие, но потом говорил по сердцу. Я долго исследовал этот текст, как библеист. Как это можно так изнасиловать девушку, а потом ей рассказывать что-то по сердцу. У нас есть аналогичный. Это Амнон и Фомарь. Так там конкретное насилие, он ее хватал. То есть там описано очень четко случай рейпа. Вот. Здесь как-то непонятно. Он бежит к отцу. Давай поженимся и так далее, и так далее. Любое заплачу. То есть, скорее всего, там не было того же, что при Амноне и Фомаре. То есть там не было такого вот принуждения насильственного, грубой силы. Там, скорее всего, он ее обольстил. Она на это пошла. Но ближневосточная культура того времени, потому что это еще до библейские времена, до Моисея. Но ближневосточная культура того времени даже такое отношение рассматривает насилием. Потому что фактически за это девушка тем или иным расплачивается. То есть она рассталась со своей честью. То есть теперь уже хочешь, не хочешь. Это случай был то, что этот Сихем, он был честным, порядочным парнем и решил жениться. Вот куда я это веду? Хорошо. Прямой, как говорится, сексуальный контакт. Тут понятно. Но я скажу другое. Когда у нас вырабатывается физическая привязанность, вот я скажу так. Ты правильно, Ольга, говорила о том, что нужно и мыслью, и сердцем. Когда у нас начинает вырабатываться физическая привязанность, уже мысль отключается. И вот когда эта физическая привязанность, она начинает вырабатываться и идет впереди нашей головы, то практически уже назад пути нет. То есть если человек допустил физическую привязанность, что произойдет дальше? Предположим, они там даже, предположим, не было секса, но они общались близко физически, обнимались, чего еще другого, целовались. Ну вот любое, вот если понимаешь, что это не та теперь, или она понимает, что это не та, попробуй разорви. Уже начинаешь разрывать, уже в следующие отношения приходишь с предыдущим опытом и понеслось. Понеслось, то есть уже нанесен. То есть если человек уже пошел на это, да, при разных обстоятельствах, ну фактически это прямой путь к браку. Это прямой путь к браку, то есть уже идите дальше, да, то есть заключайте брак и живите. Но только потом не говорите, ой, а я сделал ошибку. Ну, ошибку ты сделал тогда, когда ты начал развивать именно физическую привязанность. А если ты в браке видишь, что ты уже сделал ошибку, ты уже должен с этой ошибкой жить. Очень интересно, спасибо. Ольга, а что, если все-таки парень пытается поцеловать, пытается использовать руки для каких-то прикосновений, как на это реагировать? Я думаю, что то, что притяжение есть, это однозначно. То, что этого будет хотеться, и даже попытки, наверное, ну не сразу прям убегать, да, но это нормально, да, что им испытывать симпатию. Это, я помню, перед свадьбой мы когда на свадьбе уже локтями где-то соприкасались друг к другу, друг к другу прям мурашки по коже. То есть, ну ты просто, ты, ну это естественное желание, когда тебе хочется уже быть человеком вместе. Но мы берем красивую ситуацию, когда все хорошо, в чистоте, но притяжение будет, и это хорошо. Но важно просто понимать, что те границы самой для себя иметь, потому что иногда девушки доверяют 100% парню, и он говорит, что это не грех. А вот он говорит, что, то есть вот здесь нужно понимать, что ответственность 100% лежит на девушке, и 100% ответственность на парня, и каждый несет ответственность за себя. И мне очень понравилось, что вот слово насилие, да, которое было в этой истории, что оно как соблазнение. То есть вот соблазнить и насилие, которое произошло, оно практически идет рядом. То есть грех парня будет в том, что он соблазняет эту девушку, и это, конечно, ну ответственность самой девушке, нужно иметь голову на плечах, уходить от этого. И если она слышит, потому что очень много получаю историй от девушек, когда парень предлагает разного рода близость, и он говорит, что это не секс и это не грех. Вот это большой и красный сигнал. Это красный флаг, который говорит, что человек, вот это духовное, о чём мы говорили с пастором Александром, что для него это не ценность. Он даже не понимает этих вещей. То есть если он чёрное называет белым, то это, по-моему, уже проблема. Поэтому я бы на это обращала внимание на месте девушки. Вот это вот слово, которое употреблено в книге «Бытие», оно имеет значение не сколько насилия, сколько унижения. То есть и здесь очень важный такой идёт момент. В Библии очень интересно описана жена. Кто возьмёт добродетельную жену? Книга притчи. Цена её выше жемчугов. То есть очень чётко Библия говорит о ценности жены для мужчины. Цена её выше жемчугов. Дело в том, что в Библии есть два статуса у женщины, которая имеет интимную близость с мужчиной. Статус жены и статус наложницы. Так вот, за жену обычно дают серьёзную цену. Не потому, что женщина – товар. Это сегодняшняя интерпретация. Тогда именно оно интерпретируется. То есть если он готов за меня заплатить такую цену, значит, я цена в очах мужа. И вот это говорит тот же Соломон, он говорит это под вдохновением Божьим. Жена должна иметь великую ценность в очах мужа. А вот когда мужчины на Ближнем Востоке, в том числе даже страшные истории с тем левитом, берут наложниц, то это девушка, которая заведомо не имеет никакой цены. И в том обстановке просто её отец от неё избавился, взял у какого-то первого мужика две овечки, подписал отказ от дочери и отдал. И она его наложница, всё. То есть вот сегодня-то таких вот отношений, что за овечку нет. Но вот когда девушка ради того, чтобы сохранить отношения с парнем... Вот это у меня как раз следующий вопрос. Я извиняюсь, что перебиваю. Стоит ли озвучивать границы дозволенного ради того, чтобы сохранить отношения и перетерпеть вот это? Они должны быть озвучены, по крайней мере, тем, что мы делаем. Я думаю, мы уже в нашей передаче описываем. Если это парню непонятно, то он должен этот вопрос сам изучить, как Ольга сказала, про границы дозволенного. Потому что если девушка... Я не знаю, например, как если произойдет в обратную сторону. Но в любом случае. То есть идет опускание своей собственной ценности. Идет развитие комплекса неполноценности. Вот я должна за этого парня схватиться, схватиться и не упустить. Ой, какая же ты дура, подруги говорят, что ты его упустила. Ну почему ты не могла ему себе позволить? Вот эти вот разговоры в нашей русскоязычной культуре, мне кажется, они присутствуют. И вот это все идет к развитию комплекса неполноценности. Апостол Павел в 1 Коринфянам, 6 глава, 20 тезис, выкуплены дорогою ценой. Мне кажется, как вот уже говорю, не как богослово, а как пастор, сталкиваясь с многими женщинами и с их проблемами в браке, общий корень – низкая самооценка. И вот это вот состояние, что типа, если я сейчас свой шанс не возьму любой ценой для себя, то больше мне счастья в моей жизни не будет. Это серьезная ошибка. Интересная идея. Ольга, первый сексуальный опыт – ценность или опасность? Ценность, если он в браке, опасность, если он до брака. Потому что, как снова-таки говорил пастор Александр, что этот каждый опыт, который мы имеем, это как отпечаток. Вот он на твоем сердце, он на твоей душе, он на твоей памяти. Это твой опыт, и ты его просто вносишь в свои будущие отношения. И порой девушки тоже, парни, девушки, они из одних отношений быстро ныряют в новые отношения. И даже не дают времени обновление сделать, какой-то апгрейд такой, обновление духом, ума, обновление памяти, забыться. Просто от боли, от них расторгнутых отношений ищут новое, новое, новое. И потом уже, когда-то был такой пример, я услышала на молодежном служении с яблоком. Когда вот так вот пускать по кругу яблоко, и кто захочет его укусить. То есть первый укусил, окей. Второй, ну как бы есть брезгливые люди, не захотят второй раз его кусать. Третий, четвертый. Это не говорит о том, что девушка теряет так свою ценность. Но что-то в этом есть. То есть это понятно, что яблоко более грубый пример. Но каждая девушка должна понимать, что она хранить себя должна для мужа. Потому что ей кажется, что каждый парень, каждый молодой человек, что он первый, он последний. Вот она в это искренне верит. Но не всегда показывает статистика это так. Не всегда отношения в 15, в 18 лет, даже в 20. Могут быть разочарования. Люди могут начать общаться и понять, что это не он, и это не она. Они расстаются. И вот как ты расстаешься, а этот человек уже, вы с ним настолько перешли границы, что вы позволяли себе больше, чем отношения брата, сестры, границ каких-то всего. Поэтому это, конечно же, очень болезненные душевные связи, которые очень больно, очень долго потом преодолевать и разрывать их. Александр, что Библия говорит об интимных отношениях? Библия говорит о первом сексуальном опыте вот что. Если двое молодых людей, второзаконие 22 глава, я перефразирую, решили получить первый сексуальный опыт, то в этом случае молодой человек должен отцу этой девушки заплатить штраф, непременно после этого жениться и не имеет права разводиться. То есть я тогда с такими молодыми людьми сразу говорю, ну что, поздравляю вас, молодые, вы себя поженили. То есть дальше уже как бы все, что будет, то есть, ну, бог милостив, конечно, если они поженились и живут, ну, слава богу, мне как пастору хорошо и комфортно. Но может же быть и обратная ситуация. Может же быть, что через годик-два придет и свалится на голову страшнейший семейный конфликт. А что уже можно сделать? То есть, иными словами, это риск необратимых процессов. Потому что если человек хочет оставаться верным богу, а не вступить в блуд, то есть после таких контактов надо жениться. Ну, а дальше уже все в ваших руках. Окей, интересно. Существует такая мода или культура, я бы даже сказал, среди подростков. Это повод для гордости. Подростки очень часто соревнуются и даже хвастаются тем, что у них был уже такой опыт, сколько, где и с кем. И очень часто родители даже не подозревают, что такие мероприятия, как выпускные, это происходит обычно где-то в загородном доме, где они остаются наедине, уединяются. И, конечно же, там происходят такие вещи, как интимные связи между порой даже разными партнерами. Что вы можете об этом сказать? Это повод для гордости или какой-то красный сигнал? Конечно же, это очень неприятная тенденция, которая сейчас наблюдается. И, к сожалению, она снова-таки переходит в христианство. То есть мы как-то перестали быть вот этим светом и солью, и мы перестали ценить то, что мы имеем, и как-то отличаться от этого мира. Вот эта крутость, она появляется, мне кажется, больше от низкой самооценки, как парней, так и девушек. Девочки, может быть, не дополучая, не зная своей ценности, не осознавая, не получая какой-то любви, теплоты, заботы отцовской, может быть, в семье. Парень также где-то не понимает, он не знает свою ценность, он не знает свою уникальность, он не знает себя еще. И он ведется на пример мира, он просто как все, за толпой. И он количеством берет вместо того, чтобы осознать. Мне кажется, что здесь, конечно же, ответственность родителей, ответственность церкви, молодежных служений в том, чтобы таких передать, чтобы доносить ценность до молодых людей. Говорить, что, ребят, ну вы классные без партнеров. То есть бойфренд или гёрлфренд не делает тебя каким-то крутым сейчас. Это вообще не показатель крутости, это не показатель твоей ценности. Твоя ценность в тебе, твоя ценность в том, какой ты, как Бог тебя создал по своему образу и подобию, какие качества Он в тебя вложил, какой ты уникальный, что нет ни одного такого на земле. И это, конечно, большой труд, чтобы из такого неуверенного подростка, вот такого робкого, который пытается прикрыться маской, там, типа крутости, внутри он очень беззащитный и очень уязвимый. И тут, конечно, было бы здорово, если бы были рядом взрослые, которые помогли ему так классно взрослеть, которые помогли бы ему осознать эту крутость. Приняли бы его в взрослый мир, но сделали это так достойно, в служении, в ответственность, в работу, в домашние какие-то дела, то чтобы он вот так вот взрослел. Мне кажется, это наша ответственность. Как вы считаете, Александр, на чем можно сфокусироваться и заполнить свое внимание, чтобы не клюнуть на вот эту удочку, которую нам преподносят мода и современность? Когда-то моя мама говорила так, чтобы мозги от вот этих вот мыслей отвлекать, тогда мы еще вообще были не очень, надо спортом заниматься. В этом есть определенная мудрость, может быть, не только спорт. Но одна из важных моментов становления молодого человека – это приобретение профессии. И вот в подростковом возрасте оно очень важно. И опять же здесь обязанности отца по отношению к сыну. Дать образование, а потом жениться. А почему? Опять же, я говорю с библейской точки зрения, как библеист. В Библии есть две роли между молодым мужчиной, еще не женатым, и молодой женщиной. Роль молодой женщины – это иметь себе цену. То есть семья, и это ответственность ее семьи. Это очень серьезная ответственность семьи. Семья должна своей дочери говорить, что… Ну, не воспитывать ее в виде принцессы на горошине, нет. Это неправильно, нельзя так меня понимать. Но семья должна говорить о чести и о ценности. Да? То есть семья – самая большая беда сегодня. Я замечаю, эти несчастные женщины, тут уже говорю, как пастор, которые приходят, советуются, и бедуются своими мужьями. Я им задаю всегда такое, расскажи мне честно, если бы твоя мама не давила тебе на мозги, что ты должна выйти замуж, ты бы за него вышла замуж? И вот тут начинается признать. Вот эта вот культура – это наша, американская своя культура, я в нее не лезу. А вот эта наша культура, я замечаю это как пастор, когда мама давит своей дочери на мозги. Вместо того, чтобы поднимать ее ценность, она опускает ценность своей дочери. И девушка не знает себе цену. Она готова схватиться, потому что прошло уже 25 лет, а она еще не замужем, и мама хочет внуков. Вот. То есть это очень опасное дело. Это в христианстве есть. Это очень опасная ситуация. Вот. С другой стороны, задача молодого мужчины. То есть он должен взять себе такую жену, которая имеет ценность выше жемчугов. А эти жемчуга нужно как-то заработать. То есть мужчина должен, вот именно в возрасте подростков, не заниматься опусканием других девушек. Потому что фактически, что делает с точки зрения вот этот вот мачо такой подросток вот в этой культуре, чем больше у меня девчонок, да? Он занимается просто опусканием этих девчонок. Ну, займись те же самые. Ну, пойди в свои записи, сколько ты малышей избил там. Это примерно то же самое. Потому что ты опускаешь этих девчонок. То есть ты эту девчонку, извините, прямым языком говорю, поймел. Ты, естественно, не собираешься на ней жениться. То есть ты ее опустил. Ну, давай вот таким образом, понимаете? Действуй, большой христианин. Вот. Поопускай, чем больше девчонок. Не надо говорить, сколько я опустил девчонок. Да? Сколько я обесчестил девчонок. Да? Вместо того, чтобы поднимать свою честь в том, что ты научился такой специальности, такой специальности, такой специальности. И ты хорошо зарабатываешь, и ты готов за свою возлюбленную заплатить очень высокую цену. Интересная идея. Класс. Существует такая идея среди молодых ребят, и уже даже постарше тех, кто думает вступить в брак, что опыт в интимных отношениях это хороший показатель. В чем польза или все-таки опасность? Ну, сплошные опасности. Конечно же, любой интимный опыт до брака это вообще грех. Давайте называть вещи своими именами. Потому что как-то вот даже слово грех, оно перестало иметь вес, по-моему, для нас сейчас. Ну, это как бы просто опыт. Нет, это не опыт, ребят. Это грех называется. А возьми здесь за грех смерть. То есть и она придет как последствия в какие-то сферы жизни. То есть, ну, вот просто иметь страх какой-то в том, чтобы сохранить себя в этих отношениях. Ну, слушайте, ну вот так все живут, все встречаются, все живут, все живут, сожительствуют, что угодно делают. Но это мир так делает. Но мы должны отличаться как-то от этого мира. Мы должны иметь более высокие стандарты. Поэтому нет плюсов. Есть какая-то правда. Ведь они же убеждают, что они пробуют, они смотрят, кто-то нравится, кто-то не нравится, они выбирают. И они убеждают, что могут найти то, что действительно подходит. И они будут счастливы в этих отношениях. Ведь это же отношения — это труд. И это строительство. Написано, и отлепятся от отца и матери, и отлепятся к мужу, к жене, и станут двое одной плотью. И тут не станут, это такое продолжительное время. Мы становимся этой одной плотью на протяжении всей жизни. И для того, чтобы 80 лет с палочками, ну, за ручки ходить по парку, это и есть это строительство. И этот же опыт, и сексуальный опыт, сексуальные отношения, я все равно считаю, что это отношения. И их нужно строить, их нужно разговаривать, нужно договариваться, нужно говорить, что тебе нравится, что узнавать нравится твоему партнеру. То есть это труд, когда ты не ориентирован на то, чтобы получить. Это похоть она берет. И это то, что происходит опыт до свадьбы. А в супружестве ты учишься давать, ты учишься служить, ты учишься... Тело мужа, написано, принадлежит жене, а тело жены принадлежит мужу. Это о том, чтобы служить друг другу больше, не ожидая в своих удовольствиях. Но все-таки, Ольга, существует термин, как сексуальное несоответствие. Как с этим быть? Это не сексуальная несовместимость. Это, мне кажется, такой оправдывающий фактор вот этих отношений. Я за то, что Бог создал все совершенным, Бог создал все идеальным. И если два человека втроем вместе с Богом, как нить скрученная в трое, строят эти отношения, то у них будет и удовольствие, удовлетворение от близости, и от душевной, и от эмоциональной, и от духовной, и от физической в том числе. Но физическая близость, она даже слишком преувеличена на сегодняшний день. Мне кажется, это слишком… Я получала очень много сообщений от девушек после первой брачной ночи, которые говорили, простите, а где удовольствие? Я не знала, какой бы профен пить, потому что это боль, это неприятно, это дискомфорт и так далее. И можно это спутать с сексуальной несовместимостью, потому что не всегда девушка, если она хранила себя до брака, это ее первый опыт, и это не всегда то удовольствие, которое нам навязывают фильмы, киноиндустрия, порноиндустрия, что прям это сплошное удовольствие. Это миф, и это иллюзия, и это то, что нужно строить, и это то удовольствие, к которому еще нужно прийти в супружество вместе. Поэтому я бы даже учила молодежь, что и порнография, к сожалению, сегодня она диктует, и она рассказывает, что это прям супер круто, это очень привлекательно, но это реклама, это просто картинка, которая не соответствует реальности и действительности. Я не говорю, что сексуальные отношения это не удовольствие, нет, но это не то, это миф, это слишком уж преувеличено значение, которое показывает нам, мир диктует на сегодняшний день. Александр, что Библия говорит о выборе партнера путем проб? Это дозволительно? Категорически нет. Путем проб начинаются ошибки, за которые придется очень долго расплачиваться. Говоря о сексуальных опытах первых, у меня сразу история приходит, историческое, как говорится, сведение, французским королям мамы приводили для научения сексуальному опыту мадамов, а русская аристократия обязательно требовала, чтобы мужчина, который уже, ну, как бы созрел и готов к женитьбе, ну, походил к какой-нибудь проститутке на курсы, типа, приобретения квалификации, что ли. Вот, то есть это, к сожалению, вот такая культура. У нас это перешло вот в современную, типа, давайте попробуем и научимся, вот, и это, конечно, очень порочный круг, потому что вот эти вот самая главная беда, которая происходит в браке, это беда сравнения. Ага, мадам было так, ой, а ты не такая. Кстати, говоря, говоря о порнографии, это самая большая, извините, выражусь, разводила с обоих сторон. Дело в том, что если человек подсел уже на пристрастие к порнографии, то оказавшись у реального человека вместо экранного образа, у него начнется с психолог... То есть есть серьезный риск психологического срыва. Оно так и выходит. Порнография это очень серьезная, может быть, как игромания, как алкоголизм, как наркомания. Я не знаю про женщин, но у мужчины это у молодого человека это очень конкретное, очень опасное заболевание, я бы так сказал, порномания приводит к всевозможным страшнейшим расстройствам. Я даже не называю это грехом, потому что это хуже. Это хуже. Грех это когда человек совершил ошибку и что-то одно сделал, ну так, упрощая. А здесь, когда человек к этому пристрастился, от этого очень трудно, от этого превратится в болезнь, она тебя просто убьет. Вот, это очень серьезные вещи. Ну, естественно, учиться сексу на примере порнографии это прыжок в пропасть. Это, вернее, неправильно я бы сказал этот образ. Я бы уже сказал, это просто себя отравлять. То есть, человек себя травит совершенно неправильной ситуацией, которая не бывает, потому что как работают на площадках съемочных, это есть специальная техника, то есть, называется, надо, знаете, как есть такой миф-бастерс, такое, как это, разведчание мифов. И там же эти товарищи, которые делают там всевозможные взрывы и так далее, они прямо там пишут, ну это дискаверичи, они так правильно пишут, не пробуйте это в домашних условиях. А вот в порнофильмах они такого дисклеймера не пишут. И приходит, извините, молодой человек и хочет то, что он осмотрелся, попробовать в домашних условиях. Это катастрофа. Вот. Но с другой стороны, я скажу такую вещь. У меня был один очень хороший пастор-наставник, который совершенно по другому случаю мне воспитывал, мне воспитывал в хорошем понимании смысла, после моей проповеди, где я очень сильно жестикулировал, он воспитывал и мне говорит, ну скажи, Александр, ты должен понимать, что Бог для выражения наших мыслей дал нам речь. Слова у нас есть. И вот самая главная проблема, с которой я вижу, сталкиваются, происходит непроговаривание. Понимаете, совместимость, несовместимость, окей. Если встретились он и она и рассуждают о браке, и она говорит, я жить не могу без борща, а он его терпеть не может, ну и начинаются другие, без чего она жить не может, а он этого терпеть не может, то нужно, наверное, договориться, ты знаешь, наверное, мы друг другу не подходим. Если он себе ожидает одни вещи в постели и представляет себе так, а она имеет на каждое его представление это у нее жуть и какие-то кошмары, ну, если это начнет проговариваться, то, думаю, разумно именно на уровне слов сказать нет, нет, нет. Ну, есть разные люди. У меня была одна пара уже немолодая, в которой он, понимаете, настолько, я не говорю, что там надо продетать, но он настолько тактильный человек по характеру, и вот у него взаимоотношения через тактильность, а она этого вообще воспитана совершенно в другом ключе, и вот они мучаются уже много лет, но, как говорится, вот это все может выясняться, и здесь правильно надо учить, как это все говорить словами, сексуальную несовместимость уже поздно открывать во время первой прачной ночи, нужно видеть, да, мы совершенно разные, у нас совершенно разные представления, причем оно не надо сразу, а какие у тебя представления про секс, уже надо начинать хотя бы о представлениях вот роли мужа и жены, если они не совпадают, то не надо тогда и искать брачных отношений, если эти представления не совпадают, в семье его так воспитывают, а ее совершенно по-другому, что она не поломается, если это идет из семьи. Спасибо, Александр, Оля, такой вопрос, очень часто вы говорили в своих эфирах о призвании, все-таки если сравнить выбор спутника жизни и поставить на другую чашу весов призвание, где же все-таки баланс между выбором спутника жизни и призванием? Я очень люблю место из Писания, когда Бог решил, что нехорошо быть человеку одному, и написано, что и увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному, то есть он увидел этот факт, и вроде как логично, что вот здесь сразу должна появиться помощница, спутница, та самая Ева, но потом сразу после этого стиха идет и дал задание Бог назвать человеку, все привел к нему животных и дал ему задание назвать их, и вот здесь происходит, мне кажется, есть это самое призвание, он дал ему задание, другими словами, то есть он увидел нехорошо быть человеку одному, а потом он ему дал уже жену, но в промежутке было дело, которым он был занят, и Бог написано дальше, чтобы наблюдать, чтобы видеть, как он их назовет, то есть Бог дает нам определенные этапы в жизни, есть этап молодости, юношества, что мы должны делать, обучение, учеба, образование, профессия, заработок, Бог смотрит не просто, что мы делаем, а как мы это делаем, и написано, что сотворил помощницу соответственную ему, соответственную чему, его ожиданиям, иллюзиям, фантазиям? Нет, соответственную ему, как Бог узнал соответствие человека? Он видел, как он называет животных, он видел его ответственность, он видел его характер, он видел его отношение к работе, к учебе, к служению, к людям, Бог на все это наблюдает за нами, он смотрит, и ты Бога не проведешь, ты можешь на свидании быть красивой, за букетом спрятаться, но Бог знает, и Он даёт жену соответственную. Это не значит одинаковую, это не значит такую же, как ты, но приблизительно на одном уровне. Если ты сам читаешь Библию в стих дня, знаете, сейчас есть такие приложения, где тебя стишок дня подкидывает, и твой уровень христианства это один стишок дня, ну, приблизительно, соответственно, не ожидая сильно духовную себе жену, либо наоборот. Или если девушка сама не считает нужным обучаться, получать профессию, образование и так далее, но как она этого будет ожидать? Ну, ожидает, что муж должен прямо обеспечивать, зарабатывать и так далее. То есть вот это соответствие во всех сферах, оно будет чем более девушка или парень работает над собой, вот это время не тратит на разжигание, на свидание, это просто трата времени. А сейчас время молодости там с 15, там даже с 13, я бы сказала, там до 20 лет, это время обучения, это время профессий, школа, колледж, университет, образование, профессия, понять свое призвание, не просто идти туда, где больше платят в час, а понять, а кто я, а для чего, какие у меня сильные стороны, какой мой характер. Вот это работа, которую нужно делать сейчас, до свидания, потому что мы же на свиданиях что делаем? А что ты любишь, а что не любишь? А что тебе нравится, что не нравится? То есть мы друг друга узнаем. Вот это прекрасное время, когда нужно ходить на свидание с собой, узнавать себя, вкладывать в себя, развивать себя, а потом Бог, не волнуйтесь, Он в контроле, и увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному, Он увидел, Он знает, что тебе нужна пара, Он знает, что тебе нужен прекрасный спутник жизни, все будет соответственный. И часто девушки говорят, вот тот же вопрос, а если бы мама не капала на мозги, что надо замуж уходить? А если бы часики, ой, тика, тебе же детей уже рожать надо, ой, уже все тут родили, всех уже дети, внуки, а ты еще никак не женишься? Вот если бы не это давление общества, ты бы вышла замуж. И это для меня катастрофа, кажется, когда девушка осознает, что нет. Она уже замужем, но второй раз она бы не вышла за этого человека. Ну это же беда. Жить и понимать, что ты строишь всю свою жизнь дальше на какой-то скорость, на какой-то спешке, на какой-то ошибке. То есть под откос, можно сказать. Просто. Вот представь. Поэтому лучше, чем и девушка, и парень больше, вникай в себя и в учения, чем больше они растут, соответственный будет муж и жена. И не волнуйтесь, вы не опоздаете. Не в 18, в 25, в 35, в 45. Я верю, что ни у девушки, ни у парня нету срока годности. Мы не портимся. Ой, мне уже 35, а я еще. Что мне делать? Все то же самое. Вот просто Бог наблюдает за тобой. Может быть, Он готовит твоего спутника. Когда мой муж пришел в церковь, покаялся и начал молиться за жену, как бы полагается парень, такой, что еще делать? Жениться надо. Я на этот момент была в третьем классе. Но с разницей 13 лет. И Он за жену начинает молиться, а я в третьем классе. Богу нужно дать время подрасти. Может быть, ваша жена еще уходит в elementary school, и ей надо время вырасти. Но другими словами, просто принцип соответствия. Для меня это призвание и супружество, которые соединяются вместе. Потому что даже в супружестве, снова-таки, мы вместе должны реализовывать это призвание. Ведь Бог супружества делает не просто, чтобы нам было хорошо вместе. Вот это сядем и лишь бы милые рядом, но больше ничего не надо. Нет. Супружество же тоже имеет цель для того, чтобы мы вместе друг друга обогатили и еще больше достигали для Бога, для Его целей. Интересные мысли. Спасибо, Ольга. Александр, доверие Богу или компромисс с обществом и следование за модой. Как остаться современным и в то же самое время сохранить вот эти принципы христианства? Очень просто. Подбирай соответствующих друзей. Если ты находишься... Худые сообщества возвращают на... Если ты пошел в такое общество, где все твои друзья, перед которыми ты хочешь показаться cool, заниматься только вот таким вот сексуальным унижением девушек, ну как... А ты знаешь, что это плохо. Ну как ты в таком обществе можешь быть? То есть надо искать соответствующее общество, где этого нет. Спасибо. Друзья, последний вопрос у меня на двоих. В чем успех продвижения семейных ценностей в нашем современном мире сейчас? Пожалуйста. Мне кажется, личный пример и личная ответственность. Только когда каждый берет ответственность сам за себя и хранит себя, делает все наилучшим образом, не смотрит на вот эти худые сообщества, не равняется на этот мир, а просто понимает свою ценность перед Богом, углубляется в познание себя и в Бога, я думаю, что это такой залог. То есть ты готовишь себя для будущих отношений. Александр. Мы все несовершенные грешники, но если мы абсолютно искренни перед нашими детьми, перед нашей молодежью в церкви, в том, чтобы бороться за сохранение брака, это будет личным примером. И будут видеть. Потому что лично для меня есть тоже примеры людей, которые более старшие, на которые я смотрю сегодня, когда у меня возникают вызовы в моей семейной жизни. Большое спасибо, друзья. Хочу напомнить, что сегодня с нами была Ольга Махмудова, Александр Болотников. Было очень интересно с вами пообщаться. Надеюсь, что в вашей жизни будут также моменты, когда вы сможете продвигать вот эти ценности, о которых мы сегодня говорили. А нашим зрителям я хочу напомнить, друзья, эта тема очень важная. Эта тема настолько важная, что мы ставим на веса всю нашу жизнь. Мы сегодня обсудили такие моменты, которые могут изменить вашу жизнь. Конечно же, мир, современная культура, общество могут нам диктовать совершенно другие вещи. Мы можем уйти далеко направо или далеко налево. Но, друзья, я хочу сказать и пожелать, наверное, каждому из вас силы, стойкости, успехов, чтобы каждый из вас смог устоять, все-таки остаться чистым и найти ту половинку, с которой вы сможете построить самые счастливые отношения. Друзья, выбор за вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok